Еще не рычит, но уже намекает, не подходите близко. Этот Алабай не так давно остался без семьи. Его сдали в приют, когда по прошествии семи лет пес начал проявлять сильную агрессию. Собака шикарная вообще. Это настоящий Алабай, как вы видите, очень красивый, но он агрессивный, то есть он нападает на людей. Таких собак, как правило, сложно пристроить, да и берут в основном маленьких щенков. Все как у людей, как в настоящем детском доме. Обычно эти псы остаются в приюте на всю жизнь, но Алабай счастливчик. Забрать его пожелали сотрудники одного из охранных предприятий Самары. Шанс найти новых владельцев есть у каждой собаки. Информационную поддержку оказывает администрация города. Также в поисках хозяев для брошенных животных помогают волонтеры. Забрать домой можно любого из четвероногих. Для этого достаточно позвонить в приют и обрести друга. Есть желание, возможно сказать, для каких целей, для детей, для охраны, еще что ли. Животное, которое находится в короткое количество времени, даже в короткое количество можно определить его тип. То есть энергичное, неэнергичное, спокойное. Как относятся к людям. В соответствии с законодательством с января прошлого года, все безнадзорные животные после отлова должны некоторое время содержаться в приютах. В Самаре при поддержке администрации города такой появился в прошлом году. Приют работает по схеме отлов, стерилизация, возврат. После отлова животные проходят обязательно 10-дневный карантин. Вакцинацию от бешенства и стерилизацию. Те животные, стерилизованные, которые не проявляют немотивированной агрессии, после всех этих манипуляций, и им ставится еще метко на ухо в виде клипсы, возвращаются в городскую среду. В приюте остаются только агрессивные особи, собаки до своей полувозрелости и самки со щенками. Такая методика позволяет не только регулировать численность безнадзорных животных, но и снижает процент особей, способных к размножению. Заявку на отлов нечипированных бродячих животных может оформить любой житель Самары. Ее необходимо подать в Департамент городского хозяйства и экологии по телефону или электронной почте. Номера и адреса указаны на сайте департамента. Следует отметить, что при подаче заявки необходимо указывать конкретный адрес отлова, лицо, которое подает заявку, указывает свои фамилии, имя, отчество, адрес, контактный телефон, если есть необходимость, и приметы той собаки, которую необходимо отловить. Средства на все необходимые процедуры поступают из областной городской казны на условиях софинансирования. Контракт на отлов и содержание заключается с подрядной организацией по итогу торгов. Ольга Павлова, Константин Головин. События.